Добрый день. Сегодня немного статистики. Марк Твен заявлял, что существует всего три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Статистические данные могут быть абсурдными и нелепыми, но так или иначе они позволяют нам лучше понимать, что происходит вокруг, и могут пролить свет на интересующий вас вопрос, в равном мере, как и запутать все окончательно. Имея дела со статистикой, всегда следует помнить, что когда Билл Гейтс заходит в бар, то автоматически все его посетители становятся в среднем миллиардерами. Итак, несколько фактов от самой точной из всех лже-наук. Войны в Ираке и Афганистане обошлись США в 1,6 трлн долларов. Этой суммы достаточно, чтобы покрыть крышу каждого американского дома солнечными панелями. Население Земли растет в геометрической прогрессии и с 1960 года увеличилось в два раза. Племена индейской резервации Пайн Ридж в Южной Дакоте живут за чертой бедности. Средняя продолжительность жизни там составляет 47 лет у мужчин. Около 80% жителей являются безработными, а коэффициент молодежеской смертности в пять раз выше, чем в среднем по стране. Чаще всего американские военнослужащие погибают от собственной руки. Гораздо чаще, чем от вражеской пули. Население маленькой Бангладеш в 2017 году составляет более 165 миллионов человек. Тем временем в России эта цифра приблизительно около 147 миллионов человек. По какой дороге вы не отправились бы из города Лос-Альгаденес в Мексике, вы окажетесь в США. В Австралии две трети жителей страдают от рака кожи. Начиная с 2010 года, человечество каждые два дня создает объем информации, равный накопленным знаниям за все время своего существования. Фраза «легкий, как облачко» приобретает несколько саркастический оттенок, когда знаешь, что вес среднего облачка примерно 500 тонн, почти 100 слоников. На долю Самсунг приходится четверть объемов южнокорейского экспорта и валового национального дохода. За последние 40 лет диких животных на Земле стало вдвое меньше. А деревьев на Земле пока еще в 30 раз больше, чем звезд Млечного Пути. По официальным данным, в Америке пустых домов в 5 раз больше, чем бездомных людей. Шансы погибнуть от рук вооруженного младенца выше, чем от рук террориста. И самый печальный факт. 80% мужчин, рожденных до 1923 года в Советском Союзе, новый 1946 год живыми не встречали. Вы понимаете, что я имею в виду, погибли на фронте во время Великой Отечественной войны. До свидания. Мир вашему дому. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова